Как настроение? Отлично! Каникулы все готовы? Да! В последний учебный день перед каникулами Ликинскую школу посетили важные гости. Сотрудники полиции и члены общественного совета при УМВД пришли напомнить о правилах поведения во время отдыха. Особое внимание уделили телефонным мошенникам и опасности, скрытой на просторах интернета, где современные ребята проводят немало времени. Нужно как можно меньше времени проводить в телефоне. И ставить какой-то таймер, чтобы дети понимали, что там 15 минут прошло. То есть какое-то ограничение. Потому что если не контролировать, то дети могут проводить часами в этом телефоне. И они даже не замечают, что проходит час-два. Они могли бы на самом деле какими-то другими замечательными вещами продуктивными заниматься. Лучше почитать книгу, сходить в музей, помочь родителям по дому. Составить план на каждый день советует Елена как профессиональный психолог. Именно это дает настоящую разгрузку для мозга. Проводить больше времени сейчас это на свежем воздухе. Сейчас у нас очень много замечательных парков в округе, где вы можете погулять, покататься на коньках, на лыжах, с подругами, с друзьями встретиться. То, что вы не можете сделать в обычной своей повседневной жизни, потому что учеба отнимает у вас очень много времени. Главное быть на улице предельно внимательными. Не общаться с незнакомцами, обходить люки и вести себя аккуратнее на дорогах. Для ребят постарше сотрудники полиции подробно разъяснили административные и уголовные наказания за правонарушения. В переходном возрасте молодые люди особенно склонны к необдуманным поступкам. В школах административные правонарушения, особенно буллинг, драки, особенно мелкие хищения, которые часто очень проявляются сейчас в школах. Поэтому мы сегодня провели беседу, разъяснили им статьи административные. По особо тяжким преступлениям к подросткам, начиная с 14 лет, применяется уголовная ответственность. Причем любой проступок может серьезно отразиться на всей его дальнейшей жизни. Поэтому предстоящие каникулы лучше провести с пользой. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».